Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – крещение Господа Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна. Однако этой важной теме предшествует рассказ о двух посольствах из Иерусалима. Из Иерусалима были посланы люди к Иоанну Крестителю. Этот рассказ важен, потому что объясняет, что и само событие крещения Господа также не осталось без внимания. Потому что к моменту, когда Христос принимает крещение от Иоанна в Иордане, деятельность самого Иоанна Крестителя уже находится под пристальным вниманием жителей Иерусалима и окрестностей. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить «Кто ты?» Обратите внимание, посылают людей из Иерусалима священники и левиты, то есть храмовое духовенство, с вопросом «А кто ты такой?» Вопрос возникает, потому что Иоанн крестит, а крестит это значит, мы с вами говорим слово крестит по-гречески, погружает, погружает в воду и призывает к покаянию. Первые три евангелиста, синоптики, повествуют о том, что когда Иоанн креститель начал свое общественное служение, то он обратился к еврейскому народу с призывом «покайтесь, потому что приблизилось царство Божие». И, конечно, Евангелие до нас дошли на греческом языке, но мы понимаем, что за термином, означающим по-русски и по-гречески «покайтесь», стоит древнееврейский глагол «шув», то есть обратитесь, повернитесь на 180 градусов назад, полностью измените свою жизнь. Об этом пишут синоптики, поэтому Иоанн Богослов, зная, что читателям уже об этом известно, он в данный момент опускает и говорит о том, что деятельность Иоанна крестителя привлекла к себе внимание. И вот храмовое духовенство посылает делегацию к Иоанну крестителю, чтобы те спросили «а, собственно, ты кто?» 20 стих «И он, то есть Иоанн креститель, объявил и не отрекся и объявил, что я не Христос». Говорит не Христос, потому что все ожидают пришествия Машеха Христа, но при этом встает следующий вопрос со стороны посланников, 21 стих «И спросили его, что же, ты или я?» Он сказал «нет», «пророк» он отвечал «нет». Почему задают такие вопросы? Во-первых, потому что ожидали пришествия Ильи перед пришествием Машеха, ведь Илья был взят живым на небо и было понятно, что вот Илья должен прийти. Спрашивают «ты или я?» Он отвечает «нет». Хотя впоследствии Господь Иисус Христос скажет, что он, Иоанн креститель, пришел в духе Ильи, потому что он, Иоанн креститель, приготовил ему, Иисусу Христу, путь. Спрашивают «ты пророк?» Он отвечает «нет». Почему на эти два вопроса Иоанн креститель отвечает «нет»? Потому что если бы он сказал «да, я Илья», или «я пришел в духе Ильи», потребовали бы от него подтверждения. Докажи это, сотворив такие чудеса, которые творил Илья. То же самое касается и звания пророка. Если бы он сказал «я пророк», тогда потребовали бы доказательств. Поэтому он совершенно справедливо отказывается не только от того, что он не Машех, не Христос, но отказывается от того, что он или я, или он пророк. 22 стих. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» 23 стих. Он сказал «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». И мы видим, что по сути дела этим посланникам храма духовенства нужно принести какой-то ответ. Ладно, ты не тот, не другой, не третий, но тогда объясни, кто же ты такой? И он отвечает словами пророка Исаии «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», то есть «я пришел с некой приготовительной миссией». И вот этот ответ, похоже, вполне удовлетворил представителей храма духовенства. И они уходят назад. Дальше, когда мы читаем 24 стих, в русском синодальном переводе фраза звучит так. «А посланные были из фарисеев». Но это не совсем точный перевод, потому что, когда мы с вами смотрим древнегреческий текст, то там такое выражение «и были посланные от фарисеев». Выражение греческого текста позволяет предположить, что было второе посольство из Иерусалима, и уже не от храмового духовенства, а именно от партии фарисеев. Помните, фарисеи – это те самые, которые старались во всем исполнять закон Моисеев, даже в самых его мелких деталях, и поэтому пользовались большой популярностью среди народа. Приходит посольство от фарисеев. И в отличие от посольства храма, эти посланники более въедливые. Они уже не удовлетворяются общими ответами. Они спрашивают конкретно, задают практический вопрос. Христос, 25 стих, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк, кто тебе дал такие полномочия? 26 стих. Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, 27 стих, он-то идущий за мною, но который встал впереди меня, я недостойно развязать ремень у обуви его. Иоанн Креститель, по сути дела, отвечает следующее. Я крещу, то есть погружаю в воде, но моя деятельность ничто по сравнению с тем, что вскоре произойдет, потому что среди вас находится некто, о котором вы даже не знаете. И вот здесь, ну, как некая доля иронии, потому что вы себя считаете людьми, которые тщательнее других, лучше других исполняют закон Моисея, вы себя мыслите образцом духовной жизни, религиозной жизни, но при этом вы не знаете, кто среди вас Мошех, которого все ждут. А я недостойно развязать ремень у обуви его. У меня служение вспомогательное. Мы с вами знаем, например, из писем Сенеки Луцилию, о том, что в древности самые недостойные, самые уже такие, знаете, старые, рабы, дряхлые, которые не могли работать на поле или еще что-то делать, они стали в притворе, и когда приходили гости, они помогали развязывать шнурки, ремни у сандалий, снимать обувь, а потом ждали, пока гости будут уходить, и помогали обувь одевать. И вот через это образное сравнение Иоанн Креститель показывает, что я это делаю не своей силой и властью, а того, который скоро придет, вот-вот придет, но вы его не знаете. После этого в Евангелии от Иоанна описывается событие крещения Господа Иисуса Христа. 28 стих. Это, то есть, где находился Иоанн Креститель, это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. Сейчас это место установлено, установлено благодаря тому, что на протяжении нескольких веков, начиная с V века, византийцы строили церкови, причем одна церковь разрушалась в результате или землетрясений, или наводнения, строили другую церковь. И вот как раз наличие этих церквей является важным свидетельством того, что данное место на Иордане было местом, где крестил Иоанн Креститель. Оно замечательно тем, что Иордан в древности делал там изгиб, и, соответственно, от одного из изгибов еще было ответвление. Именно это ответвление было удобным, потому что вода там была проточной, но, с другой стороны, не было сильного течения, и там можно было крестить. 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущему к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот это свидетельство Иоанна Богослова о том, что именно говорит Иоанн Креститель, является в высшей степени важным. Потому что иудеи ожидали пришествия Машиаха как политического лидера, как могущественного царя. И это нам известно из кумранской рукописи 246, из четвертой пещеры, которая называется в одних публикациях «Сын Божий», в других публикациях «Арамейский апокалипсис». Данная кумранская рукопись, написанная на арамейском языке, датируется первым веком до Рождества Христова. Приведу цитату из этой рукописи. «И когда дух снизошел и почил на нем», речь идет об авторе текста, «он упал перед троном. Тогда Даниил восстал и сказал, «О, царь, почему ты гневаешься? Почему скрижешь твоими зубами? Великий Бог открыл тебе то, что грядет. Все это действительно случится в вечности. Будет насилие и великое зло. Притеснение будет по всей земле. Люди будут воевать, и битвы будут умножаться среди народов. Пока царь людей Божьих не восстанет, он станет царем Ассирии и Египта. Все люди будут служить ему, и он станет великим на земле, и все люди соделают мир и будут служить ему. Его будут называть сыном великого Бога, и по его имени его будут называть. Он будет называться сыном Божьим. Они будут называть его сыном Всевышнего, «Как падающие звезды в твоем видении таково будет их царство. Они будут править на годы, на земле и сокрушать каждого. Народ будет попирать народ и область область, пока не восстанут люди Божии, и посему все будут отдыхать от меча. Его царство будет вечное царство, и он будет праведен во всех путях своих, и он будет судить землю в праведности, и каждый пребудет в мире. Меч пристанет на земле, и каждый народ поклонится ему. Как для великого Бога с его помощью он сотворит войну, и тот даст всех людей в его власть. Всех их он не спровергнет пред ним. Его правление будет вечным правлением». Мы с вами видим, как эта рукопись описывает политическое могущество будущего Машеха, Мессии. Но вместо того, чтобы сказать «Вот твой царь Израиль», Иоанн Креститель говорит «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Тем самым отсылая к пророчеству Исаии. Мы с вами помним в книге Исаии в конце 52-й, в начале 53-й главы говорится о том, что отрок Господень будет страдающим за грехи верующих людей и даже претерпит из-за этого смерть. То есть речь идет о том, что Мессия искупит верующих, будучи принесенным в жертву, как агнец. Это было понятно иудеям того периода, но когда Иоанн Креститель говорит об этом, он говорит не о том, что ждут, он говорит о том, что хотят забыть. Анализ кумранских рукописей показывает, что вот это пророчество Исаии совершенно не было популярно в небиблейской литературе того периода, тогда как идеи политического могущества евреев очень даже были популярны. Поэтому получается, что Иоанн Креститель идет против течения. Он указывает на то, что будет на самом деле, а не на то, что хотели бы слышать иудеи. Тридцатый стих. «Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Тридцать первый стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Как же не знал? Кто-нибудь скажет, но они же были родственники. Понимать нужно следующим образом. «Я не знал его как Мессию, хотя, конечно, он мой родственник». Тридцать второй стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Вот свидетельство Иоанна о том, что в момент крещения Господа в Иордане Дух Святый сошел в виде голубя, на него, на Иисуса. Тридцать третий стих. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». Для того, чтобы понять смысл этой фразы, мы с вами должны постоянно помнить, в греческом тексте «крестить» – глагол, который означает «погружать». И получается, что здесь игра слов. Иоанн Креститель погружает в воде, но тот, кого он, Иоанн Креститель, погружает в воду, в воды Иордана, Господа Иисуса Христа, Иисус Христос, Мессия, будет нас, верующих, погружать в Дух Святый. То есть крещение Иисусова, погружение Иисусова, это не просто внешний материальный знак, это именно духовное действие, потому что Дух Святый действует как огонь, попаля наши грехи и наши страсти, очищая нас. 34 стих, продолжение слов Иоанна Крестителя. «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». «Сын Божий», выражение, которое евреи понимали как титул Мессии. Мы с вами прочитали кумранскую рукопись, где Мессия назван Сыном Божиим. Как евреи понимали это выражение? Скорее всего, в переносном смысле. Они не предполагали, что Сын Божий – это равный Отцу. Они всего лишь понимали Сын Божий как праведник, который находится в особых тесных отношениях с Богом, поэтому Бог ему помогает, поэтому праведник может творить чудеса. Но когда Иоанн Креститель говорит, он Сын Божий, он хочет сказать, да, он Сын Божий в том смысле, как вы, иудеи, мыслите, в переносном смысле. Он Мессия Машех, но при этом он еще и Агнец Божий. Он Мессия, но не такой, какого вы ждете. Это не будет политический лидер, царь. Это будет тот, кто берет на себя грехи всего мира. И в дальнейшем, в Евангелии от Иоанна, мы будем неоднократно встречать ситуацию, когда Господь Иисус Христос возвышает тех людей, с которыми он беседует, возвышает мысль этих людей от того, что он Сын Божий в переносном смысле, к пониманию того, что он Сын Божий в прямом смысле, что он есть равный Отцу истинный Бог. Но это будет уже в других текстах Евангелия от Иоанна. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok